Городской бал в Брестской филармонии уже добрая традиция. Участие камерного оркестра, многочисленных вокалистов, шоу-балета «Фаворит» сделали мероприятие по-настоящему торжественным событиям. Этот факт отметили и многочисленные гости, которые съехались со всего региона. Многие брещане не понаслышке знают, городской бал – важное событие в жизни города над Бугом. Ведь именно на этом мероприятии можно встретить самых разных людей, которых объединяет любовь к традициям, культуре и истории. Поэтому при общении к столь важным ценностям эти люди считают необходимостью. И поэтому накануне ведут активную подготовку, чтобы долгожданное событие стало поистине прекрасным и максимально приближенным к старинным балам. Сегодня филармония проводит очередной бал, который стал уже доброй традицией в нашем городе, поскольку вначале мы проводили офицерские балы, так как это здание ранее было дом офицеров и привыкло к танцевальным вечерам, но офицерским. А мы сейчас возрождаем традицию балов среди жителей, среди интеллигенции нашего города. Бал проходит под живую музыку, будет играть камерный оркестр, дирижер Александр Мартыненко. Будут вокальные номера. Выступать будет, ну это камерный оркестр, пресс-областную филармонию прежде всего. Это огромная честь, я так думаю, даже для участников бала, чтобы под живое исполнение нашего замечательного оркестра, они смогут насладиться и танцами, и музыкой. Будут выступать солисты нашей филармонии. Во время шествия дам с кавалерами по шикарному мраморному полу здания Брестской филармонии ведущая рассказывала об особенностях и разновидностях старинных балов, а также о правильных манерах, которые должны соблюдать все присутствующие на таком важном мероприятии. Меняется мода, взгляды, меняются и танцы. Однако при общении к традициям, знании истории, несомненно, необходимы для любого культурного человека, какими и являются гости городского бала в Бресте. Новые знакомства. И с моей точки зрения, современная молодежь, она действительно должна участвовать в такого рода мероприятиях. Потому что, если взять греческую культуру, современный воин, он был не только воин, он был спортсмен, он был танцор, он был оратор. То есть всесторонней личностью. И моя точка зрения, современная молодежь, она должна развиваться в многих направлениях. Такое событие для нашего города, это в принципе особенно. И хорошо, что такая традиция начала зарождаться. И сейчас, когда мы можем, немножко прикоснуться к такой высокой культуре и немножко почувствовать для себя что-то новое. Особенностью баллов, которые проводятся в зале Брестской областной филармонии, является тщательная подготовка. На протяжении нескольких дней желающие поучаствовать в них досконально изучают танцевальные движения полонезов, вальцев, мазурок. Осваивают и правильные манеры. Очередное мероприятие показало, что люди действительно имеют желание окунуться в историю. Одетые в изысканные наряды, кавалеры со своими дамами изящно двигались под живую музыку, соблюдая правила этикета. Единственное, чем наш отличается балл от других подобных мероприятий, которые проводятся в других учреждениях культуры, то, что у нас есть подготовка обязательная. И наши участники бала, они все изучили, как танцуется полонез, как приглашать даму на танец. Фольку выучили, вальс, голов, кадриль. Все эти танцы, которые будут сегодня на баллу. Было три репетиции. Вот за неделю до мероприятия проводятся репетиции. То есть есть возможность попробовать свои силы, во всяком случае выучить какие-то элементы, и уже с достоинством и знанием дела прийти и участвовать. Бал – это прежде всего место встречи и общения интеллигентных и культурных людей, которые знают о правильных манерах и этикете, о понятиях чести, достоинства и красоты. Таких на Брещу немного. Доказательство тому – большое количество собравшихся в зале Брестской областной филармонии, представители слабого и сильного пола, которые хотят поддерживать старые добрые традиции, приобщаясь к их соблюдению своих близких и друзей.